Вы видите выставку наших студентов, которые выехали в Азербайджан на практику. Это практика наших студентов-дизайнеров учебного центра Art Design. И она предполагала самые разные варианты знакомства с республикой. Обращение к другой культуре всегда чрезвычайно плодотворно. Я думаю, что нашим студентам было очень важно понять и колористическое наполнение всего того, что они видели в республике. И это колористическое наполнение оказалось неотъемлемой частью того общего образа Азербайджана, который сложился у наших студентов в результате посещения самых разных мест. Мы были в Мордокянах, в музее Сергея Есенина. И я думаю, что, конечно, нам было очень интересно понять, живут ли сегодня строки великого поэта в Азербайджане. Как относятся к русской литературе в этой замечательной республике. Вместе с тем, мы, конечно, понимаем, что нам важно понимать и другое, как живет сегодня азербайджанская поэзия, азербайджанское искусство в нашей стране, в России. Мой учитель Анатолий Васильевич Старостин был известным переводчиком Низамеги Андживи. И в Азербайджане не очень много учеников, которые стали потом уже впоследствии известными поэтами, прозаиками, работают в области культуры. Я всегда вспоминаю его слова про то, что две музы, две сестры, как непохожие лица, говорил он, но вместе с тем, как эти лица интересны друг другу. И вот нам очень хотелось, чтобы наши студенты понимали, что если эти лица будут интересны и молодому поколению в Азербайджане и в России, то мы будем жить все гораздо счастливее. Почему? Потому что, например, уже после этой практики, когда мы разговаривали с нашими студентами об азербайджанском искусстве, стало понятно, что это искусство открылось совершенно по-особому. Например, вот в этой чудесной капле, которая называется Бута, в этом узоре национальном азербайджанском, они сегодня увидели отражение не просто конкретного искусства, они увидели отражение очень многих важных процессов, которые в республике происходят. То есть это было такое знакомство очень эмоциональное, очень наполненное, которое как брызги граната действительно отразилось в самых разных работах, в фотографиях, в коллажах, в живописи, в керамике. И, конечно, вот это название выставки, не случайное брызги граната, оно было выбрано именно потому, что нам было важно показать, что это только малая часть того, что дальше, как мы надеемся, будут делать наши студенты. А вместе с нашими студентами и мы, потому что для нас, например, тоже было очень важно познакомиться с людьми этой республики. Нам очень важно было понять, как сегодня живет республика, потому что в основном, конечно, мы говорим о классическом наследии, когда рассказываем об Азербайджане. Конечно, каждый из нас, отправляясь на эту практику со студентами, представлял себе определенную программу действий по рисунку, по фотографии. Галина Викторовна Волкова, руководитель центра арт-дизайн, она сама занимается фотографией. И, конечно, было важно показать, как мастерство учителя может быть проявлено на азербайджанском материале. Галина Ивановна Кобзева – это чудесный совершенно художник-колорист, которая предложила очень много интересных таких, ну, мы можем сказать, что ученических предложений, ученических упражнений для наших студентов. Но вместе с тем мы уже сегодня понимаем, что реализация этих ученических упражнений, она стала гораздо шире, гораздо интереснее того, что мы могли бы себе представить. Ну и, конечно, на нас, на всех очень сильное впечатление произвело. Не только то, как нас принимали в республике, за что огромная благодарность всем, кто принимал в нас участие, но и то, какое внимание уделяется в республике современному искусству. Я думаю, что мы можем только позавидовать этому, позавидовать тому, как современное искусство живет на улицах города, живет в самом центре его, в самом сердце его, так как оно не живет в Москве, не живет во многих других мегаполисах, в которых доводилось бывать. Вот я думаю, что, конечно, в этом тоже большая удача для тех, кто в Азербайджане учится сегодня не просто определенным ремеслом, не просто искусству в какой-то его области, но и учится искусству жить в большом, очень сложном, очень интересном и напряженном мире, счастливое бытие, в котором, конечно, возможно только тогда, когда ты изучаешь друг друга с любовью, с надеждой, и когда ты изучаешь друг друга, двигаясь навстречу. Вот я очень верю в то, что эта выставка, она будет тем самым шагом, который мы должны были сделать, не только в качестве таких учебных упражнений, не только в качестве благодарности за то, как нам было хорошо в Азербайджане, но и должна быть тем шагом, который позволит нам продолжить это сотрудничество, в том числе в области искусства. Вот это наше направление образования средствами искусства, оно не случайно в университете названо стратегическим. Я надеюсь, что средствами искусства мы будем дальше узнавать друг друга, будем дальше вместе друг с другом жить.